Доброе утро! Дети, к сожалению, да, в этом году как-то с неохотой мы в школу отправляемся. Давайте спросим у специалиста. И я приглашаю детского психолога Полину Сухову. Полина, доброе утро! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот синдром 1 сентября, что это такое? Это очень интересная вещь. В чем это выражаться может? Да, как это определить, вот этот синдром, как его диагностируют? Да, да, да. Что скрывается в нашем букваре? Это слезы, не хочу в школу. Мы смотрим, главное, на эмоциональное состояние ребенка. Если сильные перепады настроения, ребенок не хочет разговаривать о делах в школе. У ребенка быстро утомляет. А спрашивать надо, кстати, обязательно надо интересоваться, как это делал в школе. Следующий момент, из-за того, что он утомляется быстро, мало может сосредоточиться на каких-то деталях, вещах, у него много ошибок происходит. А что делать? Как бороться? Что делать? Вот здесь, кстати, есть хороший, очень интересный для вас, можно сказать, сюрприз. Возьмите карандаши цветные или фломастеры. Что вам больше нравится? У нас у нас есть. Да, возьмите чистый листочек бумаги. Диастин, бумаги нам, пожалуйста. Или какой-то календарик. И каждое утро или вечер... Бывает, да. Отмечайте хорошее настроение или плохое. Это должен делать малыш. То есть, если солнышко на душе, все хорошо, значит, рисуем что-то желтенькое, оранжевое, но ближе к этим цветам. У тебя мама выбирает. Если на душе так плохо, грустно, какие-то тучки ходят, значит, соответственно, выбираем тот цвет, соответствует там плохому настроению. То ли серенький, то ли это. И желательно это делать утром и вечером. И самое главное, мама будет понимать, что творится у ребенка внутри. Второй симптом, надо обратить внимание у нас на сон. Высыпается ли ребенок? Как это можно распознать? Все ли в порядке у нас со сном? Ну, ребенок очень чутко спит. Просыпается очень часто. И самое главное, посмотрите, дергается ли он во сне. Может быть, даже какие-то, ну, покрикивает. Спрашивайте, какие сны ему снятся. Это тоже, кстати, важно. Решение такое. Перед сном обязательно убираем внешние раздражители. Это свет притушаем. Обязательно звук приглушаем. Даже, наверное, за некоторое время даст надо. Правильно, Татьяна. Минут за 30, за 40, лучше за час. Все тихонечко, знаете, так. Потише, потише, потише. Все медленнее, спокойнее и так далее. И самое главное, вам надо знать, что к нагрузкам ребенок по-любому привыкнет. Главное донести эту информацию до ребенка. Успокоить, сказать, малыш, ты скоро, Кристиночка, ты привыкнешь. Все будет хорошо. Все будет замечательно. Итак, третий момент очень важный. Смотри, какая прелесть. Это питание. Важно посмотреть на то, как ребенок хочет питаться. То есть, может быть, он переедает теперь. Раньше нормально, сейчас он переедает. Или наоборот, вяло кушает. Решение, решение четырех-пятиразовое питание полноценное. И горячее питание три раза в день обязательно. Ну и четвертое, как распознать симптом, это у нас головные боли. Головные боли, особенно когда мы идем или в школу, или перед тем, как садимся за уроки. Да. Главное распознать, это симуляция или это на самом деле? А вы знаете, Татьяна, сначала это может быть симуляция, а потом это может перейти действительно настоящие физические боли. Но здесь все равно распознавайте сразу. Жалуются Татьяна на боли. Бывают. И здесь очень важно ребенку тоже что. Ну, во-первых, это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, вегетососудистой дистанции. Решение такое, снизить нагрузки и уроки делать у нас с, вот, хорошее время с 15 до 16.30. И самое главное, вы знаете, нагрузки должны быть постепенно внедряться в учебу. Не надо ребенка на продленку отдавать вот первые месяцы. Нам кажется, ему там помогает. На самом деле ему больше надо уделять внимание родительского. То есть ближе к ребенку, тактильный контакт, поддержка, успокоение, хвалить побольше. Вот она молодец, какое хорошее настроение нарисовала. Ну, давайте посмотрим, что ты нарисовала. А у нас все хорошо между тем. У нас светит солнышко, у нас растут цветочки. Кристина молодец, побольше хвалите ребенка. И тогда он вас будет радовать. Абсолютно верно, Татьяна, вот прям кучка. Спасибо вам большое. Успехов вам в учебе. Чтобы переход от каникул к учебе был плавным, запаситесь терпением и не ругайте ребенка. А после рекламы вы узнаете, как приготовить медовый бальзам для губ своими руками. Не приплесите.